Итак, сегодня пятница, и мы снова с вами. Меня зовут по-прежнему Светлана. Меня Елена. Тоже ничего не поменялось. Но мы местами сегодня поменялись, чтобы быть чуть-чуть как-то по-другому. И мы представляем магазин «Дом пряжи», который находится в Екатеринбурге. Студия вязания свитера рядом с магазинчиком тут же. И интернет-магазин «Клубок Клаб». И так как у нас наконец-то пришло лето прямо, даже вот произносить, как сказать, боишься, чтобы не испугать. Мы решили сегодня поговорить о летней пряжи и больше как бы сориентироваться на то, что у нас связано, показать. Много изделий сегодня будет. Да, много изделий, поэтому мы хотим такие немножко устроить по хвостушке. Ну и чтобы покупали, чтобы знали, что есть, можно прийти и выбрать. Юбку зеленую мы показывали, я не помню, уже продали. Юбку продали. Ну, мы сейчас новую свяжем, если что. Костюм хороший готовим. Так, начнем из чего сегодня? Ну, давайте немножко про пряжу. А, ну, у нас стали поступать... А можно изделие и пряжу? Ну, то есть, вначале пряжа, наверное, потому что не так много ее, да? Да. А потом будем изделие, из чего связано. У нас стали поступать бобины, я в прошлый раз говорила, но мы так тихонечко приходуем, все. И пока мы два артикла покажем. Первый, это вот такой артикл. Моника называется, шикарный артикл. Фальком, производитель итальянский. Здесь у нас 80% шелка, шелк буретный. Не ждала прям. Да, и 20% кашемира. И вот, кстати, на некоторых цветах не очень заметно бурет. А вот на этом, мне кажется, прям видно вот эти вот крапинки. Ну, да, он такой неоднородный, как бы. Видимо, когда кашемир такой, прям один в один попадание, это, да, наверное, не видно, так? То есть, это всесезонная история. А, метраж еще. Метраж. 700 метров, да? Или 800 час. Два в 14, 700. 700 будет в 100 граммах. То есть, он и на машину пятого класса пойдет. Или он даже в одну нитку пойдет. В одну нитку на машину. За счет кашемира, видимо, он еще раскроется чуть-чуть. И вот я посмотрела, я уж вроде подвиги не совершаю, но видно, что в одну можно вязать его. Да. Он такой прям приятный. Очень приятный. Видно будет в полотне вот эти вот свойственные шелку. Крапинки. Разные цветы. Нет. Да, разный. Этот вот посветлее, да. Как бы потеплее, этот холоднее. Вообще, их 9 цветов пришло. Цена у него получилась у нас 14, что мы считали. 1470 за 100 грамм. За 100 грамм. Ну, то есть, мы можем отматывать. Да, любое количество отмотаем, какое нужно. Прекрасный такой вариант. Ну, на самом деле, если вот в одну нитку, да, ну, допустим, ну, 400 это с гаков. Ну, 400 даже. 300. 350. 350 на 1400. Ну, 3, 4,5, ну, 5 тысячи кашемир и натуральный буретный шелк. На самом деле, пусть вас это не пугает. Я сейчас надо учитывать. Это у нас, конечно, стоковые позиции. Нам сейчас предлагают, и мы берем. Если брать это на фабриках конкретно, это будет еще дороже. То есть, это очень неплохая цена. Вот, 9 цветов. Цвета, по-моему, белый там тоже есть. Цвета такие не очень кричащие, такие очень благородные. Это вот одна, Моника она называется. Смотрите, на сайте уже есть фотографии, описание есть, ну, и в магазине тоже. А вторая новинка, тот же производитель, фальком итальянский. Тут 60 шерсти, 20 полиакрил и 20 написано прочие волокна. Метраж 4200, это 420 получается, да, в 100 граммах. Еще потолще. Ну да, он какой-то такой, как бы. Ну, мне вот он показался, как шерф, только тоньше. Ну, полушерстяной состат. Да, такая история, как бы. Немножко он такой меланжевый. Такой эффект у него тоже меланжевый. Благородные тоже вот такие вот оттенки. У него цена 4800 за килограмм. Это получается 480-100 грамм. Полушерсть нормальная цена. Ну, его можно и в две, вот я так думаю, это же теплая такая история. Его 11 цветов, на сайте тоже все выложено. Называется «Картина». Постараемся образцы отвязать и там уже более информативно расскажем. Ну, вот по впечатлению никаких неосевых этих, остевых, никаких волос нету. Все мягонькое. Это тоже сток, да? Да, тоже сток. Стоковые. Ну, 480 как бы. Хороший цена. Да. Вот, это насчет того, что пока мы оприходовали, что пришло. Там у нас еще какие-то кашемиры пришли. Но как будем приходовать, так вам каждую пятницу будем что-то показывать. Вот, пока две. Моника – это у нас, значит, буретный шелк. И картина – это полушерсть. Только шелка появилось много. Они не знали раньше. А сейчас прям, видимо, он востребован. Ну, вот погода же тоже у нас меняется. И уже мы начинаем от чего-то привычного отходить в какие-то. Я говорю, я раньше не понимала, что там шелк с кашемиром мешать как бы. Ну, для чего? А вроде. А вот сегодня так вообще вот прекрасно, чтобы никакие майки не пододевать, кофты там, да? Да, вот на такую погоду, как вот сейчас. И лето-то у нас, мы тоже говорили, что тоже неизвестно. Два дня тепло, а потом опять хочется. Притеплиться. Ну, да. Да, поэтому. Так, ну и что мы тогда дальше все изделия. Ничего, самых-самых летних. Или давайте потеплее. Значит, тоже, поскольку мы разговариваем про всесезон, у нас случился вот такой прекрасный жилет. Слушайте, вот он вообще нереальный. Вот невозможно даже вот передать, насколько он приятный. Он уже выстиранный. Значит, связан он. Вот сейчас вот рассмотреть его вначале, да? А я сейчас возьму потихоньку пряжу, чтобы показывать. Вот прямо, значит, связан он вот так вот. Ну, оверсайз такой хороший. Я думаю, сантиметров 58, ширину 60, наверное. Вот такая история. Я вот его мерила, он настолько приятный, прям шелковый. Тут тоже кашемир с хлопком, мне кажется, да? Да, это вот концепт от Кати. Катон-кашемир, он так называется, мы про него говорили. Он у нас давненько уже. Обычная крутка тут, даже не косичкой. Тут в составе, сейчас вспомним, что в составе 90 хлопка и 10% кашемира. То есть, абсолютно натуральный, стопроцентный. Ну, вот он прям чувствуется. В нем главное такое ощущение, что хлопок шелковый какой-то. Ну, и вот и теплинка кашемира. Ну, 10% это хороший. Ну, да. И он будет жилет. Мы почему связали жилет? Потому что в прохладную погоду он вас согреет, если надо. И можно также на футболочку надеть. Либо куда-то на море поехали, на какой-то топик накинули. Да, как бы все-таки будем мечтать о море. Конечно. Летом надо о нем мечтать. Да-да-да. Так что, значит, вот на этот топ, ой, на этот, про топ и заговорила, на этот жилет ширина 60, ну, это 48-52, скажем так. Ушло 7 мотков, связано на руках. Спицы, по-моему, 3,5, если я не ошибаюсь, не я вязала. Ну, и везде закрыта иглой, потому что и хлопок, и кашемир, в общем, резинку не держат. Это надо учитывать. Поэтому закрыли, закрыли иглой, и очень хорошие какие-то истории. Нормально у нас, у меня все время тут проблемы с сетью, проблемы с сетью. Нас слышно или там идут перебои? Уж нам перестанутся. Ну, нам, наверное, написали бы, все слышно, видите. Слышно, да. Оно, видимо, промыргивает так. То есть, вот, если будем вязать и брать, как бы, да, да, Галина, слышно. То, как бы, имейте в виду, что резиночку не держат. Но при этом можно постараться и все-таки, видите, вот, сделать. То есть, вы должны либо спицы взять тоньше, либо, как бы, набрать петель количество поменьше. И, то есть, вот, этот нюанс учитывайте. Но рисунки пробовали всякие. Рисунки и косы хорошо держат. На крайний случай, туда вставить резиночку у нас есть. Можно, да. Если хочется, прям, чтобы резинка была резинкой. Ну, можно, видите, это он уже выстиранный. То есть, очень красивый, прям, вот, очень. И очень, очень приятный. Ну, то есть, он стоит порядка 900, по-моему, 20 моток. Я посчитала, вот, он в студии, я еще, как бы, все слышно. Да, я посчитала, в студии он будет стоить где-то... Колобок. Да, будет стоить около 12 тысяч. То есть, вот, готовый уже кашемер с лобком. Ну, кто-то может связать сам. Конечно, минус работа будет, конечно, дешевле. Ну, и размер, как бы, если меньше размер, то здесь достаточно такой до 52 размер. То есть, если сюда ушло 7 мотков, то если вы 42 размер, вам может, ну, не может, а 5 хватит. 5, наверное, хватит, да. Поэтому приходите, очень много цветов. Да, цветов много, это вот так показать. Так, следующее у нас. Следующее у нас с вами, вот, есть такая прекрасная маечка из крюм. Шикарно, вообще. Это тоже нас Леночка отвязала на машине, отработала. Да, вот так, да-да. Вот тут прямо у бабочки. Я ее мерила. Это у нас хлопок крюм, стопроцентный, итальянский. Он очень хорошо держит форму. При этом, вот, видите, резинку. Вот, да, спасибо. Очень яркая такая история. Ну, он у нас в остатках, да? Правильно я понимаю? Да, он у нас с прошлого года. Ну, есть еще, я не знаю, там порядка 5-6 цветов есть. Добрый день, Наташенька. Расход-то вот сколько тут? 300 грамм, около 300 грамм. Что-то даже 200-220, что ли, что-то вот такое, как бы. Вот такое. Да, и вот сзади, сразу скажу, у нас висит сарафанчик вот такой. Его прекрасно видно, я думаю, там тоже видно у нас. Сюда ушло 350. То есть вот здесь 200 с чем-то, наверное, да? Он стоит 5-900. 5-900. Здесь купили лянки, пришили. То есть здесь вот косичка. Не буду снимать, потому что, в общем, все хорошо видно. Все у нас вошло. И он такой комфортный. Вот я сюда надела футболочку. Это у нас футболка из... Это, да, спасибо. Футболка из конопли. А так вот, кому надо, вот в размер, он стоит 7 тысяч, приходите. Можете купить готовый, можете связать сами. Да, расцветки есть. Рассветок в расцветке есть. И у нас каждая расцветка провязана. Вы можете прийти, посмотреть образец из каждой расцветки себе. И там большие такие образцы связаны. Да, расход небольшой, 250-300 грамм. При цене в 5 даже 800, это, конечно... Его можно и на машине. Мы вот вязали платингом его вообще костюм вязали. Девушки для одной прекрасной, постоянной нашей. Вот, кстати, с такой вот из рыженькой. Платинг, это когда вторая нитка идет. То есть мы делали хлопок, чтобы форму держала. И чтобы можно было носить всесезонно. Он прям такой хороший. Вот мне очень нравится. Комфортный. Да, и даже вот кто вяжет у нас, девочки. То есть даешь заказ, вяжет заказ, потом покупает себе. Потому что очень прям... Вот Лена взяла на мужской вот этот джинс. Мож увидел, захотел. Пришлось взять. Так что вот такая история у нас есть. Топик стоит 4, по-моему, что ли. Да, 4-300. Да. Ну вот его можно как самостоятельно. У него ляньки такие хорошие. В принципе, вот видите. И цвет прекрасный прям вообще. Солнечный. Летний, солнечный. Солнечный топ. Так. Значит, дальше у нас идет с вами... Ну вот расскажем про мою. Да. Ой, ну это вообще красота это у нас. Вот на мне сегодня тоже новинка. Значит, это у нас... Красота. Спасибо, спасибо. Это я... Сколько у вас поклонников сразу. Да, да, да. Не все же вам писать, что вы прекрасны. Вот сколько видишь сердечко. Да, да. В общем, это на самом деле связано на машине. Это не моя заслуга. Я просто выбрала пряжу. Связано это из льна стопроцентного фирмы Ланг. Прекрасный льна. У вас, кстати, тоже есть. Не надо завидовать. У вас есть. На спицах вязали в прошлом году или в позапрошлом, наверное, да? Да. Прекрасно. Криолина. Прекрасный льон. Да, да. Она у вас брусника. Тут прям образ такой сейчас житий. Модные тельняшки-то все. И вот очень хорошо здесь, что... Вот, допустим, мне нравятся на других такие тельняшки, но мне не идет на самом деле. Я вот всяко пыталась. У меня, в принципе, есть дома тоже льняная. Там вязали все красное с синим. Здесь хорошо, что вот меланж. Вот мы говорили в прошлый раз, что у нас пришел такой. А второй у нас меланж цвета. Джинсовый какой-то. И мокрый асфальт как бы. Да, и серый отсюда. Да, такой асфальтовый. То есть вот здесь за счет того, что размытая полоска, она как-то вот так срогнилась. Среженько как бы так смотрится. То есть вы можете на руках, значит, смотрите, ушло три с половиной мотка одного и три с половиной мотка другого. Но она у меня длинная. Вообще длинная. И рукав у меня широкий. Видите, какой. Вот я хотела такую прям свободу, чтобы ничего лишнего было не видно. Вот. Значит, я так думаю, что если размер чуть поменьше, то три и три как бы. Ну, шесть мотков. Стоит он тысяча сорок пять, если я правильно. Где-то, да, примерно. То есть вот шесть мотков, шесть тысяч. Но она, знаете, ее стирали прям так безбожно, скажем, хорошо, серьезно. Она вот, она прям вот как ткань льняная. Потому что она, вот я ее положила. Вот такая слегка жесткая. Жесткая. Как должно быть. Да, но не колется, никакой волосни у нее нет. У нее такое, ну, как бы отработка прям классная. Как сказать правильно? Если белый цвет смотреть, нет вообще никакого-то вкрапления этих. Вот этой волосни-то вот этой вот как бы. И он мнется. Ну, то есть вот я положила, он полежал. И прям его возьмешь вот так. Ну, то есть прям это вот ленка. Натуральный, сто процентов. Мне кажется, вот премиум класса какого-то, правда? И он очень хорошо под крючок. Мы, в принципе, вот я приеду из отпуска, попробуем. Попробуем что-то из крючка. Ну, и мне надо свою надеть тоже. Она же у меня крючком связана. Покажем следующее. Вот она... Не крючком, что ли? У девушки вот это столько уже, что... Что уже перепутала. Значит, я уже с чем-то другим перепутала. Она связана у вас с пиццами и поперек, между прочим. То есть вот так вот. Сколько нового вы о себе узнали. В общем, покупайте, берите цветов очень много. История очень вкусная прям вообще. Ну, вот если вам нравится, то вы можете себе повторить в любом цвете. Можно, конечно, и хлопок сделать, но лен, он же имеет свое такое... Ну, я фанатка льна. Ну, да. Вот это льна и буретного шелка. Вот это непередаваемое ощущение. Прям чувствуешь себя так вот вообще. И в нем, во-первых, не вспотеешь никогда. И никакой ни запахов, ничего. То есть вот креолина. Это наше все. Так, значит, чем мы хвастаемся дальше? Значит, у нас есть вот... Мы рассказывали про эту пряжу. А, Светлана Борисовна, давайте аппликацию, пожалуйста, сходим потихонечку. Давайте, по-моему, рассказывай. Мы вот связали из такой вот на руках. Почему на руках? Потому что она не идет на машину. Это у нас прайд. Она идет с такими, знаете, вот в самом нижнем, в нижнем ящике. Прям все их давайте и выберем. Ну, или девочку можно найти. Их там две. Вот она вот с такими утолщениями, то есть неровностями, да. Значит, в составе тоже здесь у нас идет лен. Цветов штук 30, это точно. Нам нужна девочка, но мелкая. Вот не эта, такая же ей. Вот она. Вот, значит, 280 метров, 100 граммов. Здесь у нас 28 вискозы, 32 хлопка и 40% льна. Вот здесь как раз, вот в этой пряже, у нее хороший такой моток, 280 метров. Но вот в ней есть все. И волосня, ну вот кто любитель, как бы. Все удовольствия. Да, и типа ваты. Вот Лена стирала. Нет, непределенная. Она говорит, да, вот это такая, типа, вот видите, вот она, ну, здесь выглядывает, да, такими более светлыми такими штуками. Мы ее будем, ну, как сказать, мы будем фантазировать. То есть мы связали основу вот это. Сейчас мы, я ищу подвязы, не найдем подвязы, значит подвяжем этим. И будет у нас вот такая вот девочка, да, вот так. Ну, то есть это все уберется, все пришьется и будет вот такая история. Будет красиво. Ну, будет по типу вот Пуделева, который тут вот сидит. Вот такая будет история, только вот в синем цвете. Потому что, ну, как бы просто это, ну так, обычно. Кто вот любит синий цвет, тому как бы просто надел пошел. Мы любим, чтобы изюминка была, поэтому, да, поэтому, и вот эта девочка у нас, да, 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 ну, мы, мы любим отличаться, да, то есть, чтобы глаз восстанавливался. Вот, то есть, ой, ну, ничего. Да, значит, вот у нас есть еще одна такая, ну, мне кажется, даже может вот эта подойдет. Вот смотрите, вот подойдет, ну, да, вот тогда можно с красным взять подвяз, вот смотрите, у нас есть еще. Если вам хочется такую кофточку кому-то, кто будет в записи смотреть, приходите, мы прям под вас делаем. Мы можем, кстати, если вот этого попугая, вот, то можно вообще красный подвязывать. Подвяз, это вот то, что вот здесь на горловинке, да. Ну, вот такие вот эти. Да, вот это фабричная такая история. Вот здесь можно и красненькая, потому что много синенького. Ну, в общем, вот такая история будет непростая. Это у нас все вот в работе. Значит, у нас здесь ушло, ой, не соврать бы, 4, 5, 5 мотков, по-моему, сказала Лена. Но я могу ошибаться. То есть, 280 метров на 100 грамм. Но что-то я из нее вязала, расход хороший. Вот когда стираешь, вот это все вот сходит, эта вся волосня, все. И я думаю, что в носке, а, ну, еще вот синий цвет, была линь, как-нибудь, то есть, не знаю. Чуть-чуть, да. Да, это, видимо, синие. Тут натуральные волокна, они, как правило, да, в синих, вот в этих ярких. Вот эти вот синие цвета, ну, с уксусом, то есть, имейте в виду, что. Я с уксусом всегда стираю, ничего не происходит. Добавляете уксус. Есть, смотрите, какие вот вкусные. Есть, конечно, ловушки, но я что-то как-то все по-старому. Ой, я тоже. Я что-то не пробовала. Вот, смотрите, прям какие есть вкусные, красивые. И очень много, я говорю, больше 30 штук. То есть, хорошо вяжется на спицах. Я вот не знаю, какие тут рекомендуют. А, вот 3,5-4, но я думаю, что тут и 5 пойдет, и 6 пойдет, если вот такое свободное какое-то полотно. Потому что лен, это же такая, ну, грубая история. И вот в ней прям есть ощущение, 40%, ну, половина практически. То есть, вот такая история прям. А этих у нас много еще. Да, если хотите, под любую эту мы можем вам сделать картинку. Аппликацию, или как назвать, картинка, аппликация. Ну что, теперь, значит, вот у нас есть такой журнал, показываем Слава Борисовича. Мы показывали его, его хоккельн, хоккельн, как правильно, выпуск 6-й, весь крючком. И мы в прошлый раз вот показывали кепочку и сказали, что мы ее свяжем. И мы ее связали. Ну, наша команда, конечно, у нас есть. Да, вот такая вот. Вот, ну, тут она, конечно, Слава Гроссовской пряжей. А мы связали из льняной. Льняная, пикорский фекстиль. Это у нас вот она. Как раз. Мы ее сделали в бюджетной истории. Вот здесь она связана в две нитки. Связана два мотка всего. В две нитки два мотка. Ну, это как бы... Цена льняной где-то около 300 рублей. 200 там, 80 что ли. Да, сегодня я считала 285, по-моему, один моток. То есть, если вы владеете, а вы можете взять, купить журналы, если даже, ну, то есть, просто крючком владеете, и тут в описании все есть. И вот, пожалуйста, такая красота. И вяжется еще и сумка. И вот такую сумку мы в комплект вяжем. Вот, вот такое. Тоже из этой же пряжи. Будет такой комплект. Можно и приобрести. Можно как идею посмотреть. Все, описание все есть. Можно и примерить, в общем-то. Ну, пожалуйста, мне не идет такая история. Поэтому я даже не хочу, да. Ну-ка, я сейчас примерю даже. Опа, вам хорошо. А вам идут такие шляпки. Вы же мерили эти у нас из Кашемира-то, да. И самое главное, что она очень практичная. Ее сложил. Ничего тут, она вот на море куда-то там взял. Взять, постирать. Вообще ничего не надо бояться. Это вот такая классная история. И вообще, это сейчас тренд. Такая правда? Да, да. Супер. То есть, вот такая история. Она будет у нас в студии. И сумка будет тоже как-то. Ну, в общем. Ну, и еще про сумки и про шляпы. У нас есть вот такие из Рафии шляпы. Мы тоже сделали комплекты. Вот такая более кружевная. Это у нас Рафия. На, держи шляпку. Вот такая. По 40 грамм моточки. Моток стоит порядка, около 300 рублей тоже. И на шляпу, я не знаю, 4-то, наверное, надо. Там остается, как бы. Там остается, но мы все время в другое, как бы, добавляем. Но, мне кажется, 3 с небольшим как-то вот. А вот на эту, вот такая вот у жирафи. Испи, да. Тут мне сказали, что одна. Одна, тут 120 грамм. Правильно, значит, тут 3, а здесь одна. Ну, это типа Федоры. Вот, и к ним есть сумки. Ой, шикардос. Вам шляпы идут. Да. Вот, и сумочка. Ну, вот красная вот такая. Приоделись и на море. И мы пошли на море, девочки. Сейчас после эфира мы собрались. А здесь вообще посадите какая. Ну, давайте вообще надену тоже. Для смеха. Для смеха. Да ладно. Сейчас. Красный, а между прочим, в разных очках-то. Да, смотри. Сейчас я прям бабусятина сразу в этих шапках. Не, как бабусятина. Бабусятина. Вот это, скажем же. Не, ну, что, так я шучу, конечно. Шучу. Вот, на море-то я готова, как бы. Все равно на море нужна шляпка, конечно. Все. И вот такие сумочки. И мы на море. А кто с нами? Ну, можно даже и не на море, а куда-нибудь к нам на этот, там, я не знаю. На шортаж. Хотя бы поблизости. Не, вот, правда, у нас это, вот смотрите, она как необычно связана. Вот тут вот длинная ручка, как бы, да. А здесь вот коротенькая. То есть, вот вы ее сюда заправляете. Вот так вот, да. Молодцы. Спасибо. И вот так вот. Мы, кстати, в прошлом году вязали комплект. У нас есть постоянно заказчица. Она и себе заказывала. И мамочке. Мамочке 80 лет. И вот ей тоже вот шляпку и, как бы, сумочку. И она говорит, так ей прям раз. Да, с красными очками-то ничего так даже. Да. Я прям сразу представила побережье. И вот получается по расходу на шляпку вот одно, такое одно. А на сумку, как бы, получается, три. Три вроде бы. Три. Да. Вот как-то вот так вот. Живу далеко от вас, а то бы точно зашла. Да. Жалко, что далеко. Но будете у нас, заходите обязательно. Конечно. Пишите нам. Ну и зато видимся так вот все время, как бы, да. Как приятно, что сейчас нет границ. Да. Смотрим друг друга. Да, да. У нас очень много, вот, смотрите, в Новороссийске, вот, это, ну, как бы, наш этот кардиган гуляет там, да. А ушанки, так вообще, и в Питере, и в Москве, и куда мы еще отправляли-то? Красногорск какой-то, что ли, какой-то город, как бы, вязали. И под Тюмень отправляли. Ушанок много вообще гуляет, так что. Вот прям снимать даже теперь не хочется. Да, конечно, сейчас сразу на море, да, конечно, раз не хочется снимать-то. Давайте. Вот, так что вот такие шляпки, пряжа, все есть. А, вот давайте процессим. В общем, мы к лету готовы. Это, 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 что? Да, студия, это вот отсюда. Студия к лету. Сейчас вот новую юбочку вяжем, очень-очень красивого цвета. Из хлопка лилия. Такая цвет, это как называть? Ну, типа коралловый какой-то, такой коралл, да, яркий. И к нему из буретного шелка, у нас есть матка, бурет с хлопком 50 на 50. Вот, мы будем вязать тоже костюм, будет очень красиво. Ну, и я хотела бы показать, может, кто-то, да, у нас, в принципе, есть немножко в продаже. Вот, пришли новенькие, ну, вдруг она западет. Такая такого мы показывали, попугайчика. Вот такая какая-то интересная. Она вот не А4 и не маленькая. То есть мы взяли немножко маленьких, потому что на летние изделия лучше, когда они полегче, как бы. Это вот девочка такая. Ну, это девочка маленькая, побольше размером, но они одинаковые. Да, кому-то вот это. Это вот, ну, это такие маленькие, как бы. Вот есть такой, он как бы такой прям многоцветный. То есть, да, много к чему можно. Можно тесемкой обрабатывать, можно вообще хоть как. Это тоже такая маленькая история. Вот это вот на маленький у вас же тоже есть. Кстати, пришли бы хоть в нем один раз в платье-то в синим с этим. А, да, надо прийти, да. Да, вот это вот такой вот тоже есть. Пишите, если надо, мы отправляем. Отправляем. Вот это тоже вы видели, да. Это вот мы делали гортензию, то мы ее повторили, просто взяли еще что-нибудь придумаем, как бы, да. Ну, это уже видели. Это мы делали. Ну, вообще, это зимняя такая, мне кажется, история, да, все-таки. Потому что и тигр как-то теплый такой. Это у нас Мерлин вот осталось. Мерлин вот тоже красивая такая. Говорили, что это год улыбки Мерлин. Это тоже вот гортензия такая есть в наличии. Есть вот такой красавчик. Ему можно глазки. Я говорила, стразики туда клеевые делать, и он очень красиво выглядит. Будет сверкать глазками. Да, да, да. Вот это тоже зимняя, мне кажется, такая история. Ну, и вот эти вот, вот эти вот это интересные. В замочке, да. У нас есть модель под эту вот, ну, как бы, очень красивая модель. Если кто-то купит, я поделюсь. Вот. Ну, и эта такая вот большая. Вот, что-то там, ну, все вот, да. Да. Вот, так что, если захочется, вашу я отложила, вы там себе, ну, отложили. Да, еще задумка у меня опять пришла. Вот так вот смотришь, и все, что-то в голову приходит. Ну, хочется же всего, как бы, поэтому. Ну, что, мы на сегодня, наверное, не будем задерживать. Уже все.